Раф Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем Часть третья, глава шестая Перед отъездом Поездка на могилы цадиков В семидесятом у нас все еще не было разрешения на выезд. Брасловские хасиды из Ташкента поехали в Умань. Я поехал с ними. Прибыли поездом в Киев. В Умань надо ехать в автомобиле, а нас десять человек. Две машины брать очень уж в глаза бросается. Да и одного-то надежного шофера найти нелегко. Спутники мои были готовы к любым испытаниям, только бы достичь цели. Сели в легковушку, в повалку, друг на друга и покатили. Не пятнадцать минут ехали. Отправились ранним утром, а добрались глубокой ночью. Нашей целью была не только Умань, как бывает обычно. Мы договорились, сделав небольшой круг, посетить могилы всех цадиков по пути. Проезжая Бердичев, мы пошли на могилу великого Рава Леви Ицхака, жившего около двухсот лет назад. Власти разрушили надгробие, евреи восстановили его и написали «По нитман Адам Хашуф». Тут похоронен значительный человек Рав Леви Ицхак из Бердичева. И смешно, и грустно. Так ли пишут о великом человеке, при имени которого весь еврейский мир трепещет? Он говорил с Богом, как я с вами говорю. Всегда заступался перед Всевышним за его не очень добросовестных рабов. И сказать о нем «Адам Хашуф», да и смотреть на тех, кто там остался, было грустно. Считанные старики. «Я предложил заехать в Межебош, на могилы великих людей, Рава Исрояля Баальшемтова и двух его внуков, Рава Баруха из Межебожа и Рава Ефраема из города Сдилкова, автора книги «Дегель Махане Ефраем». И еще там есть могилы евреев, погибших во времена Богдана Хмельницкого. Поехали». Тоже нелегко было видеть, во что это все превратилось. В Межебоже во второй половине XVIII в начале XIX века жил великий Рав Авром Иошуа Гешала Коэн из города Опта. Он умер в 1825 году. Рассказывали, что когда в Йом-Кипур он читал в молитве отрывок о службе первосвященника, то вместо слов «ках ая омер», «так говорил», имеется в виду первосвященник, он произносил «ках аити омер», «так я говорил». Он помнил, что был первосвященником в предыдущем воплощении. На земле вокруг могилы валялись обломки надгробия, на которых еще видны были отдельные буквы. Целиком сохранилась только надпись в нижней части могильной плиты «Шабхугу». Восхваляйте его! Потому что по великой своей скромности Рав не велел ничего писать о нем, кроме имени. Уже ночью мы прибыли на могилу Раби Носона из Браслова, ученика Раби Нахмана. Близко к ней не подходили, потому что там вертелись какие-то непонятные люди. Помолились в отдалении. В Умане мы рассчитывали провести праздник Роша-Шана, четверг и пятницу, и субботу. Там было не совсем безопасно. Случалась наезжала милиция, и начиналось разбирательство. Кто, зачем, откуда. Хозяйки дома, где обычно останавливались приезжие евреи, запретили принимать постояльцев. Но незадолго до нас в городе побывали евреи из Америки, и тут уж власти сами просили женщину принять гостей. Она и сказала, «Что же я, одних принимаю, других не принимаю?» И начальство отменило запрет. У этой женщины дочь была психически больна, и Раф Ихель Михал Дорфман, ныне один из главных руководителей брасловских хасидов, дал ее дочери какое-то лекарство. Больной стало лучше, и мать добра не забывала. Ночлег в Каморке – это не в отеле, конечно. В тесноте да на полу спали. Зато с едой повезло. Бывший с нами Яков Галант умел делать шхиту. Впервые за все поездки в Умань мои спутники так роскошествовали. Ели кур и радовались. Нас был миньян. На праздничную вечернюю молитву мы пошли в синагогу. Та же картина. Восемь-девять стариков за семьдесят и ни одного молодого лица. Наши привезли с собой шафар и трубили там. В субботу вечером, после Авдалы и Мелове-Малка, трапезы после субботы, которые провожают царицу субботу, мы улетели в Киев. Вскоре после нашего отъезда нагрянула милиция. А нас уже нет. Я всю жизнь мечтал посетить могилу дедушки в Рагуве. При жизни я его не видел, так хоть на могиле побывать. От Киева до Рагувы не так уж далеко. Самолетом часа полтора. И я полетел в Вильнюс. У брасловских хасидов есть красивая песня. Тайре Бридер. Дорогие братья. Когда мы кончили Мелове-Малка в Умане, все танцевали и пели. Дорогие братья, сердечные братья, когда мы еще увидимся? Если Бог даст жизнь и здоровье, мы увидимся. Так я под эту песню уехал в Киев. Из Киева в Вильнюс. Прилетел ночью, когда в синагоге никого не найдешь. Вошел в какой-то дом, поднялся на последний этаж и лег спать прямо на полу. На утро я стал искать евреев. В синагоге встретил Габая, очень интересного человека, по фамилии Каф. Разговорились. Простой рабочий строитель, но глубоко верующий. Чистый человек. 16 лет у них не было кошерного мяса, но он не ел трефное. Я спросил, как ему там приходилось. Он сказал, терпимо. А когда узнал, что мы голодали, сокрушался, что не знал об этом. Он был бы рад поделиться хлебом. После войны он с семьей вернулся в Вильнюс. Вот что он мне рассказал. В начале 50-х годов власти снесли старое еврейское кладбище, где находилась и могила Виленского Гаона. Каф решил спасти могилы Гаона и его близких. Детей, брата и сестры, родителей. Восемь могил он перенес на новое место. Ему помогали пять евреев. Каф сказал мне, что на могильном камне Гаона написано, на кого ты нас оставил, кто будет решать трудные вопросы. И попросил запомнить на всю жизнь. Эта могильная плита установлена на четвертой могиле слева. Но Гаон Мивильно – третий слева. Праха Потоцкого, польского графа, принявшего иудаизм, Каф не нашел. Этот герцедок, которого власти приговорили к сожжению за измену вере, был похоронен рядом с Гаоном. Я спросил у Кава, отличались ли чем-нибудь останки Гаона Мивильно от других. Он ответил, волосы у него на голове были твердые, как иголки. Больше я ничего не спросил. Не знаю, сохранилось ли тело. Но раз волосы были, значит, что-то сохранилось. Каф объяснил мне, как добраться до Роговы. Но сопровождать меня не мог. Не хотел оставить больную жену. Однако жена настояла. Человек приехал издалека. Митсва. Поехать с ним. Мы поехали вместе. К сожалению, как и во всех литовских городках, там после войны не осталось в живых ни одного еврея. Во всех таких местечках еврейские кладбища были разрушены. Но кладбище, на котором похоронен дедушка, сохранилось полностью. Потому что во время войны прямо на его территории шли бои. И там похоронили погибших советских солдат. Я нашел могилу дедушки. Надпись на надгробии сообщала, что он был раввином Рогувы сорок восемь лет. Из этой своей поездки на могилы праведников, последней перед отъездом в Израиль, я возвращался домой через Москву. Этрог из Америки В московской синагоге я встретился с рабом Иудой Лейбом Левиным, главным раввином Москвы. Он меня поцеловал и говорит, «Тут был твой двоюродный брат из Америки, Раф Тайц, и оставил для тебя Этрог». Я обрадовался, взял Этрог и вернулся в Ташкент. «Обычно я произносил благословение вместе со всеми на общий Этрог. А в этом году, думаю, будет у меня собственный. Но за день до Суккота приехал еврей из Маргеллана. Наш раввин Ицхак Винер, говорит, учил нас, что Этрог – большая митсва на Суккот. Это все, что ему известно, но он ищет Этрог, хочет купить». Я пошел с ним к человеку, у которого, как я знал, есть свой Этрог. Но тот отказался продавать. «Если у меня Этрог дома, сын тоже будет благословлять. А в синагогу он не пойдет». Я отдал приезжему свой. После Суккота он принес мне 150 рублей, чего я не ожидал. Я же отдал ему Этрог просто так. Исполнились слова брасловского Рэбе, Раби Нахмана. «Никто из тех, кто ко мне поедет, не потеряет». Действительно, поездка обошлась в 153 рубля. И 150 мне вернули. Рав Пинхас Тайц. «Немного о Раве Пинхасе Тайце, который привез мне Этрог. Это он в Америке привел меня к Раву Ицхаку Гутнеру, по чему указанию я и стал рассказчиком. Наши матери – родные сестры. В 1535 году Рав Пинхас, живший тогда в досоветской Прибалтике, сопровождая Рош-Яшиву Телс, Рава-Ильягу Мейера Блоха, поехал в Америку. Там он женился на дочери Рава-Ильезера Мейера Прайля, раввина города Элизабет в штате Нью-Джерси, и назад уже не вернулся. Перед самым вторжением Гитлера в Прибалтику он успел вызвать к себе отца и мать. Приехав в Америку, Рав Пинхас первым делом поинтересовался, есть ли в районе Миквы. Ему ответили, что спрашивать в Америке про Миквы Хилу-Ла-Шем, осквернении имени Всевышнего. Представляете себе? Тамошние евреи считали Миквы таким предрассудком, таким примитивом, что даже вопрос о ней находили неприличным, компрометирующим народ Всевышнего. Совершенно огрубели. Рав Праэль умер еще до замужества дочери. Он совершил в городе переворот. Открыл ешиву, хедер для мальчиков, школу для девочек. Рав Пинхас был первый, кто решился использовать радио для религиозных целей. Тридцать с лишним лет раз в неделю Рав давал по радио получасовой урок гемары. Передачу слушали по всей Америке. В Чикаго, в Флориде, в Лос-Анджелесе. При проверке популярности отдельных радиопрограмм выяснилось, что программу Рава Тайца слушают четверть миллиона человек. Разницу между консервативным и ортодоксальным иудаизмом Рав определял так. Консервативные говорят, мы так больны, что надо ампутировать руку, ногу, чтобы остаться в живых. Ортодоксы говорят, он болен не потому, что болен. Он просто истощен. Его надо кормить. Если его накормить, он будет здоров. Он хотел сказать этим, что так называемые больные евреи ничего не знают об иудаизме, а если узнают, то выздоровеют. Рав Тайц был одним из руководителей Агудат Исраэль в Америке. Агудат Исраэль – всемирное еврейское религиозное движение, которое образовалось в начале 20 века и ставило своей целью сохранить и укрепить устои иудаизма. Со временем оно объединилось в политическую партию. Один из главных организаторов Агудат Исраэль – Хафец Хаим. Рав Пинхас входил также в руководство ВААД Ацала – Комитета спасения, который помогал евреям, оставшимся в живых после катастрофы, помогал добиваться права на въезд в разные страны. И от всех этих дел Рав Тайц отрывался, чтобы учить российских евреев Торе. 22 раза приезжал он в Москву. И в какие времена? Однажды его задержал КГБ. Обыскивали, допрашивали, запугивали. Отпустили только потому, что он американский подданный. Рав на себе изведал, что такое наши власти. И, несмотря на все, продолжал приезжать. Рав удивительно умно ладил с администраторами московской синагоги, среди которых были страшные доносчики. А у него они подарки принимали. Он речи произносил, а они не доносили. Как я потом слышал, он много занимался с Равом Ильягу Эсосом, тогда молодым Бааль-Шува, организатором тайного обучения Баалий-Шува в Москве и во всей стране. Учил его, как привлекать людей. А главное, отыскивал в Москве нуждающихся и помогал им. Года за два до отъезда в Израиль я узнал об очередном приезде Рава Тайца в Москву, сорвался без спроса с работы, взял сына и поехал. После встречи с Равом я собрался в Ленинград. Мне хотелось повидаться с двоюродным братом и его тестем, Равом Лубановым, раввином города. Рав Тайц дает мне чемодан. Возьми, я тебе рубашки привез. Да мне не надо. Ну смотри, чемодан все равно здесь останется. Я подумал и взял. Едем мы с сыном в такси на вокзал. Минут через двадцать-двадцать пять нас догоняют, задерживают и возвращают в гостиницу, где мы встречались с Равом Тайцем. оставляю сына в такси, иду, куда ведут. Приходим в комнату. Сидят трое. Встречался с таким-то? Какое имеешь к нему отношение? Родственник? Откуда знал, что он приедет? Ведут в другую комнату. Там еще кто-то сидит. И снова. Кто он такой? Чем занимается? Что сказать? Говорю, как есть. Учитель. Так, что в чемодане? Говорю, не знаю. Возьмите, мне не надо. Нет, нет, это твое. Мол, не грабители же. Вертелся я с ними, крутился. Наверное, с полчаса. Потом взял и открыл чемодан, хоть они и возражали. Я и сам не знал, что там. К счастью, кроме рубашек ничего не было. Никаких книг. Не понимаю, как они все узнавали. Идеально они работали. Вы спросите, чего я в Москву помчался? Хотелось хоть иногда встретиться с человеком оттуда. Это было как глоток свежего воздуха. Тут один мир, там другой. Мы говорили Диврей Тора, а для этого и 10 минут очень много. За 10 минут много можно сказать. Из рассказа Лизы Кругляк. Раф Тайц приезжал в Москву каждое лето, начиная с 1964 года. Там я с ним и познакомилась, когда приезжал и навестить маму и сестер. Я увидел его в синагоге, он был там с женой и дочерью. Раф разговаривался со мной и попросил передать деньги одному больному. Разговаривая со мной, Раф смотрел в сторону, чтобы не показать, что мы знакомы. Он боялся за тех, с кем разговаривал. Приехав в Ташкент, я рассказал Раву Ицхаку, что встретил интересного человека, Рава Тайца. Рав Ицхак спрашивает, а как он выглядит? Я описала. Он говорит, так это же мой двоюродный брат. В следующий раз я привезла Раву Тайцу письмо от Равы Ицхака. Он сказал, узнаю почерк, это мой двоюродный брат. Через какое-то время Рав Тайц уже сам посетил Ташкент. Но первой связной была я. Из рассказа Рава Бенциона. Меня поразили его поведение, манеры, изысканные и аристократичные. От Рава Тайца я впервые узнал, что Хазон Иш представитель европейского еврейства. Мне, конечно, было известно это имя по книгам, но кто этот человек, я не знал. Равхайм Авраам Лубанов, ленинградский раввин, с которым я хотел увидеться, человек совершенно особый, один из считанных. Знаете, за что он десять лет отсидел? Жила в Ленинграде религиозная семья. Родители по-настоящему, а дети уже только кашрут соблюдали. Умер у них отец. На похоронах отца Рав и сказал его зятю, «Я бы хотел, чтобы у вас все оставалось, как было». Кто-то услышал и донес. Из рассказа Рава Бенциона Рав Лубанов был большой талмит-хахам. Помню, в ту ночь в его доме мне не спалось. Я сел заниматься. Хозяин дома сидел за книгой. Тоже, не спится. Он спросил, что я учу. «Сын Эдрин», отвечал я. Это трактат в Талмуде. Рав задал мне вопрос по этой теме. Готового ответа у меня не было. На хороший вопрос ответ надо долго искать. Мы побеседовали. Утром Рав с отцом погрузились в обсуждение возможностей правильного оформления развода в тогдашних условиях. Я совсем издергался. Вот-вот самолет упустим. А они разговаривают как ни в чем не бывало. Бару Хашем не опоздали. Рав Иуда Лейб Левин Равин Московской Синагоги Рав Левин стал московским равином после Рава Шлома Шлайфера в конце пятидесятых. Каждый раз бывая в Москве я встречался с этим человеком благословенно его память. Он занимал сложную должность и о нем говорят разное. Я глубоко убежден, что это честный человек. Трудно ему приходилось. Много он намучился. Однажды власти послали его в Америку и я точно знаю, он пошел и спросил у великих людей того времени, стоит ли ему оставаться на посту Равина в Москве или нет. Ему сказали, если ты не будешь Равином, будет еще хуже. И велели остаться. Власти постоянно тянули из него жилы, заставляя подписывать мерзкие заявления. Угрожали, например, что если не подпишет, закроют МИКВЫ в Москве или не будет МАЦИ в этом году. И так каждый раз. Власти держали его в руках и тем, что ему всю жизнь прожившему в Москве не давали московской прописки. А без прописки его могли выселить в любой момент. Тем не менее, он делал порой весьма рискованные вещи. Это он, и даже несколько раз, давал детям Рава Аарона Хазана, автора книги Негит Азерем, я уже упоминал о нем, для представления в школу справку, что законы Торы запрещают писать в субботу. Кстати, о Раве Хазане. Нет на свете другого такого еврея, как он. Совсем особенный. Тринадцать детей у него, все родились в Союзе, и никто никогда не работал и не писал в субботу. Мы держались в тени, а он во всем официально, отдавая детей в школу, открыто добивался для них права соблюдать субботу. Рав Хазан получил разрешение на выезд чуть раньше меня. Незадолго до этого, в самый канун Йом-Кипура, за несколько часов до наступления поста, его вызвали в КГБ. Пугали, грозили, детей заберем. Он не выдержал и закричал на них. Инквизиция! Разрешение спасло его. Незадолго до отъезда я слышал выступление Рава Левина на собрании равинов и понял, как он ведет себя в трудной ситуации. Западная пресса опубликовала материалы о притеснениях еврейской религии в СССР. В ответ советские власти организовали общее собрание равинов. Требовалось, чтобы они опровергли клевету и заявили, будто у нас полная свобода совести. Кто что говорил, не стану пересказывать. Но, как говорил Рав Левин, умно и смело, даже слишком уж прозрачно. Что я могу сказать? У нас есть синагога. Кто желает, может молиться. Я слаб здоровьем, мне трудно говорить. Хочу сказать одно. Сказано в Таилим, пусть они имеют лживые уста, говорящие неправду против праведника, заносчиво, с высокомерием и с презрением. Горячо сказал, от всего сердца, пусть они имеют лживые уста, лживые уста властей. И сошел с трибуны. Раф Айзек Красильщиков В синагоге в Москве я как-то услышал, муж такой-то, скажем, двойры или цыпы, пишет комментарий на Талмуд Ярушалме. Говорили, не называя имени, специально, чтобы не повредить человеку. Я подумал, неужели в наше время есть кто-то, способный писать комментарий к Ярушалме? Позже я узнал фамилию этого человека Красильщиков. Писал он, не имея под рукой никаких книг, кроме самого Талмуда. Надо вам сказать, что у нас существует два Талмуда, Иерусалимский и Вавилонский. На Вавилонский написано много комментариев, в том числе Раши и Тософот. Раши это Пшат, разъяснение простого смысла, а Тософот комментарий более углубленный. Все учатся по Вавилонскому Талмуду. А на Талмуд Ярушалме не было удобных легких комментариев. До сих пор наши современники редко его изучали. Рав Красильщиков выполнил работу, какой до него в мире не было. Он дал к Ярушалме новый комментарий на уровне Пшат и дополнил его глубоким анализом отдельных моментов. объяснил так, что всякий мальчишка поймет. Теперь Ярушалме можно учить благодаря Красильщикову. А началось так. Каждый седьмой год Тора предписывает нам предоставлять отдых земле в Эрец Исраэль, не обрабатывать ее. Наступил такой год. За невозможностью практически выполнить заповедь, Рав решил выполнить ее, изучая и комментируя трактат Швеит седьмой. Это трактат Иерусалимского Талмуда. Потом Рав Красильщиков продолжил эту работу и написал комментарии почти ко всему Талмуду. Это основной труд его жизни. Занимался он им в глубокой тайне. Лет через десять после его смерти, в восемьдесят втором году, его труд был издан в Бнэй Браке. Семь больших фолиантов. Как удалось найти рукопись? Нашел и издал труд Цви Бронштейн. Благословенная его память. Цви Бронштейн был Равином и Мойлем в Америке. В пятидесятые годы он начал ездить в Советский Союз. Как он рисковал жизнью! Как рисковал! Во флигельке на еврейском кладбище в Киеве Раву расчистили место, и он тайком делал обрезания. В один из своих приездов Рав Бронштейн сделал двадцать пять бритов. О деятельности Рава стало известно в КГБ. Его посадили. Не посчитались даже с тем, что он американский подданный. В тюрьме Рав перенес инфаркт. Власти перепугались и самолично доставили его в Лондон. О Раве Бронштейне мало знают, но он настоящий герой. Ну мы понятно, мы жили в Союзе и не могли не рисковать. А он? Что заставляло его приезжать? Что жизнью? В один из приездов Рава Бронштейна уже перед отлетом Рав Левин попросил его посетить Красильщикова. Большой Талмит Хахам лежит в больнице. Навести его. Красильщиков умирал. Он сказал Бронштейну, что написал комментарий к Ярушауме и объяснил, где его искать. Взял Бронштейна за руку. Найди мои рукописи и издай. Через час он умер. Кое-что было спрятано в больнице под подушкой. Остальное Бронштейн с трудом и риском нашел. Это его заслуга, что рукописи найдены и изданы. Он вложил в это дело около 30 тысяч долларов. Цви Бронштейн переселился в Израиль и здесь умер. Благословенно память праведника. Мы с ним были дружны и он рассказал мне эту историю. Вот что пишет в предисловии к Иерусалимскому Талмуду с комментариями Красильщикова Раф Йосеф Шалом Ильяшев. Мне показали рукописи на Талмуд Ярушалме Рава Айзека Красильщикова из города Полтавы. Красильщиков родом из Полтавы. Писал Писал это в советском гейноме под гнетом врагов воевавших с Торой. Во мраке изгнания он написал комментарий который вызывает восхищение величием и смелостью духа. Надо вспомнить добром Рава Цви Бронштейна который рискуя жизнью сумел вывести этот комментарий и издал его. Он совершил милосердное дело умершему за что ему подобает глубокая благодарность. Благословенны все помогающие этому делу. Профессор медицины и рукопись В Москве жил профессор медицины по фамилии Соловей имени к сожалению не помню. В прошлом ученик Хафетсхайма большой знаток Торы. Я с ним встречался несколько раз. У него было много детрадей с пояснениями к Талмуду. Он хотел их опубликовать. Он рассказывал мне что не прерывал эту работу даже на фронте и пересказал кое-что из найденных им пояснений. Перед моим отъездом в Израиль профессор с радостью отдал мне рукопись и попросил напечатать ее без имени не называя ни страны ни города указав только получено от доктора медицины профессора. Он хотел чтобы люди знали что Талмудом занимаются и самые современные ученые и что Талмуд очень ценная вещь. Я взял рукопись и начал оформлять бумаги необходимые для разрешения на вывоз. Но тут прибежала жена профессора испуганная ужас он уже пожилой был не хочу говорить чтобы мой муж кончил жизнь в застенках НКВД и потребовала немедленно вернуть тетради. я вынужден был их отдать профессор мне потом сказал ну не драться же мне с ней думаю в этих рукописях можно было бы найти что-то важное насколько я слышал тетради уже после смерти профессора вывез Раф Пинха Стайц о судьбе книги ничего не знаю к концу 70-го или в начале 71-го года в Ташкенте разрешили выезд 28 евреям которым прежде постоянно отказывали вызывают в очередной раз и нас Гита радуется теперь уж точно выпустят приходим отказ разочарование было страшное Гита тяжело переживала когда она вышла из дому к нам как раз заглянули сыновья кругляков Давид и Яков я беру вино ставлю на стол наливаю и говорю скажите лихаем они берут вино говорят лихаем ну значит вам разрешили я говорю нет отказали они удивляются почему же тогда лихаем очень просто ведь решает в конце концов Всевышний значит я еще должен быть здесь Гите я этого не рассказал до самой смерти из рассказа Рава Бенциона среди евреев постоянно шли разговоры о разрешениях такой-то получил и такой-то получил иногда сообщение оказывалось ложным и те о ком говорили обижались когда мне говорили будто нам дано разрешение я отвечал может быть мне это пока неизвестно я вправду так думал меня свыше задерживают я еще что-то должен сделать здесь и действительно несколько случаев как будто подтверждают эту мысль в республиканской правде появилась статья про Илью Люксембурга боксера и писателя о нашем знакомстве в трамвае я рассказывал Эли Люксембург начал писать еще в Ташкенте естественно надежды на публикацию в Союзе не было в 70-м году Эли передал один из своих рассказов иностранному корреспонденту что в Союзе строго преследовалось факт обнаружили выступила пресса за статьей такого рода обычно следовал арест за Ильей началась слежка его телефон прослушивали он боялся ходить в гости чтобы не компрометировать людей только к нам ходил моя жена приглашала его нам терять нечего мы и так под наблюдением отец Ильи хасид рыбницкого рэбе сразу поехал к рэбе тот сказал не беспокойся сына не тронут ручаюсь мы еще будем вместе танцевать в Израиле приходит ко мне Илья недели через две глубокой ночью и говорит я получил разрешение на выезд меня цепляют из-за статьи если через день два не уеду могут посадить денег ни копейки я тут же ночью достал у кругляков еще где-то деньги и он через два дня уехал это первый случай второе дело которое я сделал в те дни помог уехать нашим родственникам у них совсем не было денег даже на оплату отказа от гражданства за сдачу советского паспорта взимали немалую сумму в очередной приезд Рава Тайца в Москву я с ним поговорил они и ему родня и он дал денег люди уехали кстати Рав Тайц дал деньги на выезд и нашей семье говорю это с глубокой благодарностью он и в американском конгрессе как я узнал недавно хлопотал за нас просил помочь нам добиться разрешения а третий случай был такой один ташкентский еврей начал было изучать законы еврейского развода чтобы потом этим заниматься но не довел дело до конца не получил соответствующего свидетельства а как я слышал геты оформлял я спросил у Равинов они сказали раз он не закончил обучение он не имеет права совершать разводы я пошел к нему и спросил прямо если я приведу к тебе настоящего Равина ты согласен будешь послушать его он говорит да я пригласил Равина из Свердловска тот приехал занимался с этим человеком три дня и письменно засвидетельствовал его право оформлять разводы по еврейскому закону вот такие вот дела разрешение обстановка дома была напряженная Саре 24 года Бенсону 22 Гита боялась и беспокоилась за них вот старших она вырастила и что же теперь найдут ли они себе пару где да и младшей семилетней малки пора в школу опять все эти мучения Гита нервничала утверждала что все из-за меня если бы я не считал что еще нужен в России мы бы уехали да я подаю документы делаю все что необходимо но сам выезжать не хочу я этого никогда не говорил она сама чувствовала ничего не сказав Гита взяла нашу семилетнюю дочь и отправилась в КГБ она знала куда шла и как себя вести поэтому пошла с ребенком она спросила гибистов чего вы от нас хотите почему не выпускаете и отвечают вы обращаетесь не по адресу обратитесь в АВИР Гита возражает я знаю куда пришла я не девочка и с вами не в игры играю отказы дело рук не АВИРа а КГБ я хочу чтобы вы нас отпустили что мы сделали если что-то против государства арестуйте нас если ничего отпустите мы больше не можем у нас тут нет никаких родственников все в Израиле а они вежливо твердили вы не по адресу вы ошиблись она пришла домой рассказала мне я испугался какой же человек сам пойдет в КГБ туда приводит через месяц мы получили разрешение узнали мы об этом случайно кто-то был в АВИРе и видел наши документы мы с Гитой пошли туда и сообщение подтвердилось правда из 30 дней что давали на сборы 5 уже прошло от чиновников всего можно было ожидать разрешение могли отдать и за один день до отъезда еще один фокус выкинули с документами Бенциона Гита до последнего момента боялась что нас не выпустят и все время рассматривала бумаги и увидела что в документах Бенциона не то в графе дата выезда указан год его рождения 49 не то в графе год рождения указана дата выезда 72 если бы мы не посмотрели его бы не выпустили таможня в Ташкенте что делать с книгами этот вопрос беспокоил меня еще до того как мы получили разрешение книг у меня было много еще от отца и деда в те времена на вывоз книг требовалось разрешение ехать за ним надо было в Москву в библиотеку имени Ленина к тому же за каждую книгу надо было заплатить около 5 рублей учитывая количество наших книг это составило бы неописуемую сумму кроме того книги изданные 100 150 лет назад вообще не пропускали как быть как быть добиться чтобы в Ташкенте открыли таможню мне хотелось чтобы инициатива насчет таможни исходила не от меня а от кого-то якобы незаинтересованного у одного из мальчиков с которыми я занимался Торой дедушка служил в милиции отец мальчика сын этого милиционера уже ничего не знал о Торе но против занятий мальчика не возражал мальчик кстати стал верующим человеком я побеседовал с дедом и с отцом моего ученика начинается большой выезд евреев таможня в Москве перегружена почему бы не поговорить где следует чтобы проверочный пункт открыли и в Ташкенте можно ведь попробовать и вот как раз к нашему отъезду уж не знаю чьими хлопотами таможню в Ташкенте открыли ташкентские таможенники новички инструкции досконально не знают да и переплатил я им немного сверхположенного но всех проблем это не решает еврейские книги вывести все равно непросто а как только стало известно что мы уезжаем нам стали пересылать книги из заброшенных синагог опасаясь что иначе они погибнут только из Казани друзья прислали мне в Ташкент ящик весом в 40 килограммов кроме книг мы везли с собой несколько свитков Торы все в довольно плохом состоянии один я привез из Казани где побывал перед отъездом он валялся в сарае у знакомых под дровами весь покрытый плесенью я купил его мы счистили с него плесень а в Израиле отреставрировали мне на помощь в таможню пришли 10 молодых рослых еврейских ребят и говорят таможенникам мы добровольцы готовы быть вашими подручными работа у вас трудная проверять ящики давайте поможем те согласились пожалуйста у меня было около 20 коробок с книгами килограммов по 15-20 евреи уезжавшие перед нами знали какое множество у нас книг и несколько семей чтобы помочь нам взяли с собой по коробке другой всего книг наверное было больше полутонны я положил в каждый багажный ящик с вещами по несколько книг проверяют ящики находят книги и спрашивают что это такое молитвенник а это что это на субботу ну а это на пасху на емкий пур и так далее но сколько может быть молитвенников таможенники говорят нельзя столько я послушно вынимаю кладу на пол переходим к следующему ящику а сзади идут парни кладут книги обратно и забивают ящики таможенники назад и не глядят так книги прибыли в Израиль через два месяца после нашего отъезда таможню закрыли друзья говорили персональная таможня специально для тебя специально не специально но я благодарен Всевышнему за его милость Хесет Тов запомните и это очень серьезно не надоедайте людям с подарками не навязывайте человеку лишнего тут нельзя проявлять настойчивость сами того не ведая вы можете принести вред как-то я приехал в Москву продлить вызов после очередного отказа он устарел и собирался возвращаться родственница хозяйки дома где я ночевал заботливая женщина говорит тебе за покупками бегать некогда а я купила апельсины в Союзе это был дефицит в Ташкенте апельсинов в глаза не видали возьми домой килограмм я отказываюсь она уговаривает не надо да нет возьми у меня сумка битком набита ничего возьми прямо с сеткой я поехал на вокзал встаю к кассе за билетом подходит моя очередь и мне становится дурно сетка с апельсинами в руках а сумка с паспортами бумагами из военкомата деньгами и документами для подачи на выезд исчезла там еще и тфилина трава тайцы были очень хорошие нет у меня ни копейки ни даже московского адреса я там пробыл один день и не запомнил его но самое страшное в сумке лежала черновая рукопись моей книги пламя не спалит тебя если ее найдут меня могут обвинить в сионизме какими-то мучительными окольными путями по телефону я нашел знакомых одолжил денег и уехал пришлось скрыть от жены что произошло она бы не выдержала если бы узнала гита все время спрашивала где твой паспорт я выкручивался сунул куда-то паспорт и все остальные документы я потом восстановил но чего это стоило перед отъездом все старались сделать для нас что-то хорошее и вот тогда я понял какая в добром деле требуется точность и внимательность мало просто сделать доброе дело одно и то же действие может привести и к хорошему результату и к плохому в зависимости от обстоятельств чтобы дело и вправду получилось добрым его надо хорошо продумать для ясности приведу можно сказать классический пример работая учителем я проверял тетради в трамвае еду однажды и как обычно просматриваю работы учеников подходит кондуктор я собираюсь взять билет знакомый сидящий рядом говорит не надо я вам возьму и выходит на своей остановке с этим билетом а меня потом задерживают и я плачу штраф так какое же это доброе дело какой же это хесед именно перед отъездом из России я понял что значит гумель хасадим тавим совершающий добрые дела милосердия это был для меня хедуш открытие и я тут же поделился им с родными почему сказано тавим добрые хорошие если хасадим и так обозначает милосердные дела в Израиль мы улетали из Москвы я купил кусок кошерного мяса а сварить негде субботу нам всей семьей предстояло провести в Малаховке под Москвой утром в пятницу помолился я в синагоге в Москве и думаю сварил бы кто мясо был бы хесед увидел знакомого и попросил он согласился но я на субботу уезжаю в Малаховку сказал я он говорит все нормально успеешь часов в 11-12 прямо из синагоги посылаю сына за сваренным мясом в Перловку тоже под Москвой но в другой стороне решено что мы едем в Малаховку немедленно а Бенцион попозже сидим в Малаховке ждем Бенциона нет время зажигать свечи Бенциона нет что с ним он же без документов а вдруг милиция задержала мы чуть с ума не сошли уже в сумерках попросили маленькую Малку позвонить родственнице в Москву и узнали что все в порядке Бенцион там а получилось так что человек мою просьбу выполнил мясо сварил но не вспомнил что Бенцион не москвич не предупредил его что каждая поездка по Москве и окрестностям требует большого времени а солнце скоро зайдет будь он настолько предусмотрителен продумай ситуацию а ведь он всего лишь человек его милосердное дело могло бы стать хорошим Хесет Тоф а так вышел Хесет Ло Тоф из рассказа Рава Бенциона я не торопился пошел в Микве пообщался в Досталь поехал в Перловку вернулся стою на вокзале электричка на Малаховку только что отошла посмотрел когда следующее и понял что не успею к началу субботы тогда я отправился к нашей родственнице Берте Владимировне Берта Владимировна Аронова она приходилась внучкой режется Рэбби она жила одна как же этот район назывался известный такой адрес Петровка ну как же Петровка 38 Берта Владимировна жила на Петровке и у нее всегда останавливалась бывая в Москве Сара и отец когда приезжал вместе с мамой и папа со мной и с Сарой когда мы на неделю приехали в Москву чтобы повидаться с Равом Тайцем кроме одной супружеской пары все остальные соседки Берты Владимировны по лестничной площадке тоже были одинокие женщины так что по еврейскому закону ночевать я мог только у этих супругов к ним я и попросился заглянув предварительно к Берте но ничего правда ей не объясняя для нее такие вещи уже не существовали в вечернюю трапезу я сделал кедуш на хлеб ой только сейчас вспомнил я определенно не зажег свечи как же теперь быть ну ничего мама ведь зажгла я через маму вышел а утреннюю трапезу я провел у рэб Мотла Лившица официального московского шойхета он меня видел в синагоге и пригласил поэтому о Всевышнем мы говорим Гумель Хасадим Товим он предусматривает все я недавно руку сломал да еще в четырех местах врачи сомневались что нормально срастется однако пожалуйста еще гипс не снят а я уже ею двигаю это и есть безупречный Хасад накануне отъезда еще в сорок шестом году когда евреи уезжали через Польшу я подумал что нужен здесь и должен пока оставаться теперь же положение в семье сложилось такое что ясно было надо уезжать я боялся что новое поколение евреев в России лишенные учителей совсем забудет о своих корнях и решил рассказать на русском языке о том что такое еврейский образ мысли так как первый вариант книжки пламени спалит тебя пропал пришлось мне снова писать написал и второй раз украли закончив работу над рукописью я нашел отчаянную машинистку которая взялась отпечатать текст и которой я не боялся хотя жена тревожилась но получив разрешение на выезд я все-таки решил что должен напечатать десяток экземпляров часть оставить в Москве часть взять с собой передал тексты москвичу Виктору Польскому тогдашнему еврейскому активисту и еще нескольким людям весь день накануне нашего отъезда в Израиль к нам приходили прощаться самолет улетал утром в час ночи когда все разошлись я пересчитал экземпляры вместе с розданными получилось девять куда делся десятый столько людей приходило прощаться не исключено что были и доносчики фокус с документами Бенциона не прошел так теперь будет другая причина и я уже вижу в воображении как мы садимся в самолет я жена дети и тут входят и спрашивают Зильбер здесь выходи я искал этот экземпляр всю ночь не нашел пришлось мне и остальные копии уничтожить так и уехал с одними письменными заметками оказывается в тот вечер кто-то из молодых гостей увидел книжку дай думает возьму одну не спросил не предупредил потом уже в Израиле сам рассказал мне об этом как о пустике с легким сердцем что тут такого а я то сколько пережил уничтожил оставшиеся экземпляры вот что получается когда нарушают святые слова Талмуда в Талмуде сказано пользующиеся без разрешения грабит взятое без разрешения не считается одолженным на то время что пользуются без спроса украл приехав в Израиль я написал все заново годы шли лет 10 а мне все некогда было просмотреть рукопись и окончательно ее отделать я работал с утра до ночи ездил с лекциями в другие города вел уроки по вечерам а рукопись так и валялась потом у меня случился инфаркт после выписки из больницы родные отвезли меня не домой я жил на втором этаже а в квартиру со входом с улицы по лестнице мне было не подняться зато у меня появилось время просмотреть рукопись так была напечатана книга благодаря инфаркту кстати недавно я послал эту книгу сыну профессора Чеботарева получил ответ книжка мне очень понравилась я не только сам прочел ее но ее прочли мои родные и многие друзья евреи и неевреи тронут теплыми словами которые вы нашли вспоминая о моем отце последний шаббат в России последнюю субботу в России мне не забыть мы провели ее в Малаховской синагоге там собрались несколько евреев в этот раз не я разбирал с людьми недельную главу а хавочка ей было десять с половиной чуть больше за столом сидели семь-восемь взрослых и она читала хумаш объясняла и переводила и все правильно мне не пришлось поправлять знаете как на них это подействовало это было в феврале семьдесят второго года в воскресенье мы улетели из рассказа хавы на прощание московские таможенники пожелали нам счастливого пути и удачи мы уже сидели в самолете а мама все говорила что нас не выпустят арестуют схватят а в Вене мама все еще не верила что мы уедем ночь мы провели в замке Шинау перевалочный пункт Сахнута в Вене утром в аэропорту мужчин и женщин разделили для проверки нас обыскали подходят автобусы чтобы отвезти к самолету а папы и Бенчика нет в первый и надеюсь в последний раз со мной случилась истерика потом пришли папа и Бенчик за нами прислали новый автобус субтитры создавал DimaTorzok